Друзья, всем привет! Сегодня я оказался в городочке Газанте. Достаточно большой город по сравнению с теми всеми городами, которые я посещал. Здесь население уже больше двух миллионов человек. Должен отметить, что город очень колоритный. Город считается восточной столицей Турции. Здесь раньше, когда-то в древности, проходил шелковый путь. Город сыграл ключевую роль во время нападения на Турцию, во время борьбы за независимость в 1920-х годах. Поэтому ему приставку подставили Газ. Газ – это герой, Антеп – это город королей. В общем, земля королей. В самом центре города расположена вот такая вот крепость. Я так понимаю, она сыграла как раз-таки большую роль в борьбе за независимость Турции. Вокруг этой крепости очень много всяких ресторанов, всяких лавок, магазинов. Вот они продают здесь мангалы, всякие разные приспособления для приготовления пищи. Они здесь готовят еду, мясо, что примечательно, на огне. И вот у них здесь прям сразу эти мастерские внутри. Они здесь эти чашки делают и тут же сразу эти чашки продают. Температура здесь уже значительно ниже, прям на несколько градусов. Люди одевают уже шапки, такие плотные курточки одевают. Это у них все оливки. Черные, синие, зеленые, какие угодно, любых цветов, любых размеров. Я такого большого количества оливок, наверное, никогда не видел. Нужно отметить, что они здесь прям следят так за чистотой хорошо. Вот на первый взгляд казалось бы, вроде бы какой-то такой хаос восточный, но на самом деле это не так. Очень много оливок. Вот это белый сыр продают в мешках. Всякие разные восточные пряности, специи. Все, что угодно здесь можно купить. Вот, обратите внимание, вот эта вот обувь, это все ручной работы сделано. И я так понимаю, там у них внутри мастерская, да. И они тут же сразу это все делают и продают. Меня приглашают зайти вовнутрь. Салам алейкум. Вот там сразу мастерская, они тут же это все делают. Хотят, чтобы я присел. А, они хотят, чтобы я заснял, как, в общем, он это делает. А говорят, что из поколения в поколение передается вот это мастерство здесь. И помимо того, что они делают обувь, они вообще делают здесь все, что угодно. И это все ручная работа. Вот он прям настоятельно рекомендует, чтобы я сюда зашел. Здесь у них прям целая-целая мастерская. И можно посмотреть любопытно, как они это все готовят. И это все мастерят. Готовят обувь. Я имею в виду, готовят стельки вот на огне. И это все пойдет туда дальше уже мастер, он там будет шить. Весьма интересно. Огонь горит. А, на огне он это все греет. Это тоже греет. И потом это все склеивает. Потом это дальше туда идет следующему мастеру. Он уже это все прошивает. Здесь целый конвейер, поток. Еще, кроме этого, здесь всякие разные вот семечки они продают, всякие разные орехи. Говорят, что фисташки самые крупные именно вот в Газантепе. Самые крупные и самые вкусные сладости здесь делают. Именно в этом городе. Пахлава самая вкусная. Даже некоторые турки, говорят, удивляются от того, насколько здесь это все вкусно. Вот это у них соленье. Они любят вот так засаливать перчики, огурчики. Точно так же, как это мы с вами делаем помидорки. Стеклянная банка. И это они все засаливают. Это листья... Меня здесь угощают уже. Наверное, видимо, за то, что я делаю им рекламу, они мне решили угостить. Какой-то сок. Очень вкусный. В общем, здесь лавка. Я так понимаю, здесь один какой-то мастер, один хозяин, этим всем занимается, промышляет. И у них здесь все, что угодно есть. И мед есть, и оливки есть. И потом всякие разные сушеные цветы. Может быть, это каркаде или какие-то. Или это баклажаны сушеные. Я даже не знаю, что это. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы об этом знаете. Вот это очень вкусно и полезно. Это сушеные финики. Эти финики сушат. И можно утром с чаем, с кофе. Очень вкусно, полезно. Вот это все чай здесь мешками. Сладости, всякие разные сухофрукты. На любой вообще вкус. Орехи, специи, пряности, перец. Все, что угодно. Вот действительно, восточная прям. Ну и, естественно, очень много клубники, авокадо. Кстати, один авокадо на наши деньги стоит около 150 тенге. Я каждый день кушаю, объедаю здесь эти авокадо. Они очень вкусные и очень полезные. Здесь есть базар, на котором сохранились традиции. И на этом базаре тоже очень много всяких разных мастерских. Посмотрите, друзья, какая здесь восточная прям атмосфера. Я так понимаю, здесь ресторан. Меня приглашают посмотреть, что у них здесь есть. Вау, как атмосферно. Очень атмосферно. Здесь есть вот прям такие комнаты. 1557 год, друзья. Прям где-то вот как будто бы в подземелье. Да, это, наверное, так и есть подземелье. Взема вообще любопытно. Я такого вообще не встречал никогда. Чтобы вот так куда-то погрузиться под землю. И здесь у них еда. И музыканты тут же сразу. Это подвал, подвальное помещение. Очень круто. Вечером здесь все будет забито. Должен отметить, друзья, что безусловно, меня этот город очень сильно удивил. И, честно говоря, я сюда даже не хотел сначала ехать. Подумал, тут рядом Сирия, Ирак. Что здесь может быть вообще интересного? До границы с Сирией всего лишь примерно 20 километров. Или что-то около типа того. И я подумал, что, наверное, какой-то простой городочек бедуины в пустыне. И вообще ничего неинтересного. А здесь город, оказывается, такая культура, такая история у него интересного. Здесь можно увидеть всякие разные чайники и термосы, которыми именно они пользовались в древности. Я не удивлюсь, что у них там также мастерская внутри. Друзья, я так понимаю, это прилегающая территория. К базару. А базар находится вот немного внизу, с правой стороны. И все у них здесь кипит. Если, допустим, они готовят кушать, то обязательно там будет что-то шуметь, музыка, дымить. Чашки, ложки, все-все, что угодно. Вот эти для кофе варить, кофе турки. Вот я захожу в базар. Собственно, уже сейчас. Вот такие разные ключи у них были. Это стучалки, стучать. Я даже не удивлюсь, что это антикварные вещи, достаточно старые какие-то. На каждом шагу меня здесь чем-то угощают. Постоянно сюда можно, по-моему, прийти. И вот такие маленькие стаканчики напиться кофе. И сейчас мне дали кофе с фисташками. Необычный вкус. Но очень вкусно. Они, конечно, сахар добавляют, но так или иначе. Друзья, все вручную делают. Все прям тут же сразу же продают, не отходя от кассы. Это посуда, которую они только что сделали. И там тоже есть мастерская. И он на огне, в общем, эти чашки алиминь уже делает. И тут же дальше они обрабатывают. Я так понимаю, это специальная кислота. И он этой кислотой обрабатывает. А потом они начинают потом вон там блестеть дальше. У них такая здесь сдержанная атмосфера. А вот это шахматы, ручной работы, очень красивые. Я, конечно, много разных базаров посетил, друзья. В разных странах был. Но у такого колоритного и такой базар с такой атмосферой, прям именно вот базар-базар. Это вам не наша барахолка. Здесь прям все кипит, бурлит, как будто бы куда-то в древность я попал. Видите, наши, наши, все ручная работа. Вообще базар, конечно же, крутой. Не зря про него пишут, что он прям такой, так впечатление производит. Никто не толкается, никто не пихается, никто не пристает там, не нападает. Вежливо предлагают выпить чашечку кофе, попробовать кофе, попробовать фисташки, орешки и все. Вот видите, чашки, каталки. И тут же у него токарный станок в этой же самой мастерской. И здесь же он все сразу это делает. И в поколение в поколение вот это все умения, навыки передаются. В каждом магазинчике, в каждом бутике что-то колотят, молотят, крутят, вертят, жгут. Все, я думаю, все, что связано с мастерской, все можете здесь найти. А вот это шампуры для мяса, друзья. И вы можете обратить внимание, как кузнец их выколачивает. Тут же у него печка. Здесь встречаются такие вещи, которые я даже не видел. Я даже вот никогда ни разу в жизни не видел, я не знаю, что это такое. Дибискус. А это соль. Посмотрите, она белоснежная вообще, белая-прибелая. И несколько видов. То есть, ямалайская соль есть, 20 лир стоит, я думаю, килограмм. И еще всякая, любая, какая угодно. Мыло. Вот это все мыло. Ребята, посмотрите, тут любых вообще, сортов любого калибра мыло можно найти. Какие-то веревки, нитки. Тут же сразу рестораны, кафе, бары. А, нет, кстати, должен отметить, что никаких баров, естественно, в Турции нет. Это мусульманская страна, и они здесь чай. Чай. Чай, да. Они здесь только чай пьют. Кстати, чай это также и по-турецки чай, и мы также сама говорим чай. Поэтому здесь мне с этим легко. И турецкий язык очень сильно похож на казахский, поэтому многие слова очень сильно похожи. И так как я понимаю казахский язык, мне здесь с этим проще. Вообще проще, и они удивляются, почему, как это я понимаю, откуда я приехал. А это какое-то варево тут из кофе делают. Месело. Варенье, наверное, кофейное какое. 1871 года работает вот эта вот лакомка у них здесь. Вот так они все здесь в халатиках беленьких, весы у них. Все чисто, красиво. Я думаю, этот базар вообще никого не оставит роднодушным. Здесь прям такой, во-первых, запах востока, во-вторых, какое-то такое настроение, какое-то такое атмосфера восточная. И неужели это сушеные баклажаны? Баклажан? Баклажан? Да, он говорит, это баклажаны. Никогда, ни разу не пробовал вообще сушеные баклажаны. Еще вчера я решил здесь задержаться, в этом городочке, потому что он мне сразу понравился. Тут же у них сразу печка, тут же они это сразу все вмесят. Именно мужчины делают в основном хлеб. Также это все на вот таких вот больших вот скалочках туда в печку закидывается. Малюсенькая мастерская, наверное, буквально 5 на 10 метров. И вот так они это все делают. Можно с мясом заказать, с сыром и просто обычный хлеб. И еще нужно отметить, друзья мои, что у них здесь есть вот такое ведерко. Я так понимаю, нуждающиеся могут взять. Вот это, скорее всего, сладкое что-то такое, зеленая фисташковая паста. Что это? Он говорит Кошкельнянось, типа добро пожаловать. А здесь мыло, всякое-всякое разное мыло. Очень ароматно. Такие запахи прямо здесь стоят, звучат. Многим туркам так интересно вообще, что я делаю, что я снимаю. Мне интересно, что они здесь делают, а им интересно, что я здесь делаю. Видимо, человек с камерой здесь не частый гость, и поэтому здесь у нас вот так интересы пересекаются. Кстати, нужно отметить, что многие турки, они похожи на меня. Тоже такая рыжая барбаротка, такие волосы русые. И мы чем-то с ними похожи, прям вот буквально часто такие люди встречаются. Я думаю, вообще этот базар рай для фотографа, рай для блогера. Достаточно много всяких интересных материалов сможете здесь отснять для себя. Он находится почти в центре города, этот базар. Рядом с мечетью. Первый раз встречаю человека. Он или болен, либо пьяный. Вообще, обычно в Турции это большая редкость, какого-то алкаша встретить или еще что-то такое. Здесь люди спокойно пошли в мечеть, помолились, чаек попили, пахлаву покушали и все, спать. Нету вот этого Тагил. Поэтому обязательно посетите это место, если здесь окажетесь. Много всяких разных достопримечательностей, всяких разных мечетей. Ну и вообще всего всякого такого разного. Просто даже погулять по вот этим улицам красивым вам доставит удовольствие. Я так понимаю, одни здесь продают мясо, другие продают все, чтобы это мясо или пищу приготовить. Вот всякие разные мясорубки, ножи, шампуры. Вот это для мангала все. Ну и вот буквально, наверное, метров сто я прошел. И вот сразу здесь эта центральная крепость. Водичку вот так в древности носил человек с кувшином, с большим. И, в общем, наливал тем, кто хочет попить. И, в общем, все достопримечательности, если я не ошибаюсь, будут в южной части. То есть рынок в южной части, вот эти вот все музеи, улочки вот эти вот симпатичные. Это все вот на юг вам от крепости. Здесь очень простая система входа-прохода. Стоит турникет, и вы можете приложить бесконтактную карточку и оплатить, пройти. То есть здесь вообще было заложено 3600 лет назад. И в пятом веке трансформировали. Вообще я читал достаточно древние вот это места, потому что в 20 километрах отсюда пещеры раскопки вели. И нашли там, в общем, разные всякие предметы, которые датированы 5-6 тысяч лет назад до нашей эры. Видите, как они здесь благородно украсили деревья шерстяными тряпочками. Какие они молодцы! Когда оккупанты напали на этот город в 1920 году, они рассчитывали, что подмога со стороны Турции будет доставляться долго. И, в общем, они по-быстрому захватят этот город. И здесь еще есть ближайший городочек. Ну а так как солдаты, охраняющие город и вообще местные жители, оказались очень патриотичными, оккупантам не удалось захватить эту часть Турции и отстояли, в общем, этот город. Вход стоит всего лишь 10 лир. Прикладываю телефон, бесконтактный платеж и все, я прошел. Музей именно посвящен тем солдатам, которые принимали участие в защите города. Ну в то время Турцию все подряд хотели на кусочки разорвать, поэтому многие страны на нее нападали. Вот здесь можно такие интересные встретить места. В темноте прячутся солдаты из бронзы с ружьями. И если, к примеру, вот так идти, то периодически их нужно встретить, увидеть. Все устелено террасной доской и очень удобно ходить, перила. Все чисто, культурно, благородно. 10 лир, я так понимаю, это чисто символически они берут, чтобы все подряд, наверное, сюда не перли, сломя голову. Очень много охранников следят здесь за порядком. Плюс ко всему, друзья, отсюда открывается очень красивый панорамный вид на Газанте. Вы можете полностью его увидеть. То есть здесь такие холмики. И вот, собственно, базар в южной части. Находится там базар. И на холмах они вот строят новые здания, уже высотки здесь строят. Друзья, больше информации об этой крепости вы сможете прочитать в описании под видео. И если вам будет интересно, вы тоже сможете загуглить, что-то добавить от себя, если у вас будет такое желание. Я буду вам за это очень благодарен. Вот здесь у них инфраструктурные объекты этой крепости укрыты вот так вот навесиком здесь, заботливо. Оказывается, это хамам. Хамам этой крепости, друзья. То есть раньше, в 13 веке, вот так вот здесь выглядел хамам. Также здесь есть мечеть, тоже 13 века в этом замке располагалась. И еще нужно отметить, что по периметру этой крепости снаружи, во-первых, очень много всяких разных ресторанчиков, кафе и торговых лавок. И плюс ко всему, еще и снизу, с северной стороны, есть хамам. То есть вы можете прям посетить хамам, публичный турецкий хамам, если вам будет интересно. Отсюда открывается очень хороший вид на северо-восточную часть города и на запад. Если вот прямо вот так вот смотреть, вот так вот, в принципе, весь город можно здесь увидеть. У них здесь нет выхода к морю. Отель вот прямо по курсу, в котором я живу. И вот форумы, это торгово-развлекательный комплекс большой. Прямо рядом с ним я решил поселиться. И вот отсюда хорошо видно, как по периметру в нижней части крепости, напротив крепости, вот эти всякие разные магазинчики, кафе. И вот они прям вокруг, вокруг, вокруг идут, идут, идут. И если вы пойдете на юг, в южную часть, вы попадете на базар. Пока я для себя отметил базар и вот эту вот крепость. Два достаточно интересных места. Ну, пожалуй, для меня базар будет ключевой точкой. Много разных вот таких вот домиков старинных. И в том числе некоторые работают как отели. То есть, если вы поищите в этой части города жилье себе, переночевать, то вы обязательно наткнетесь на места, именно вот такие древние сооружения будут. И вы непосредственно в них там, возможно, даже какие-то подвальные будут помещения, вы можете в них переночевать так, как это делали древние жители. Друзья, вот в таких местах я обычно понимаю, оказывается, как хорошо, что все-таки изобрели ядерное оружие и ядерные всякие разные бомбы. Дело в том, что когда есть ядерное оружие и ядерные какие-то бомбы, уже сама по себе война и завоевание какой-то территории становится бессмысленной. Потому что мы все хорошо понимаем, если начнется ядерная война, человечество просто разрушит само себя полностью и все. И ничего вообще не останется. И никому потом, соответственно, эта земля не будет нужна. Вечером здесь уже достаточно прохладно. Не так, чтобы холодно, но люди в курточках уже ходят. Вот девчонки хотят, чтобы я их сфотал. Здесь какой-то кипиш у них начинается. То ли вечерний, то ли какой, я не знаю. И, в общем, улочка такая прям рядом со мной. Целая куча ресторанов. Такие улочки прям атмосферные. Старые домики. Узенькие улочки, брусчатка. И вот где-то слева должна быть крепость сейчас. Так интересно подсвечивается вечером, очень красиво. С учетом того, что здесь 6 часов уже темнеет. Гулять по таким вот местам. Еще рядом мечеть. Очень любопытно. Давно я не встречал таких вот прям колоритных мест. Все у них здесь шумит. Огонь горит, дымит. Шашлыки они здесь жарят. Начинаю влюбляться в этот город. Газан. Ты типа наказан. Наказан типа. Посмотрите, BMW. Какого интересного цвета. Бай 56. Это значит, что они здесь все обработали. И здесь все чисто красиво должно быть. Я выбрал сегодня себе отель европейский. Этот отель называется Ibis. Сеть отелей. Ну, отельчик. Я должен сказать. Не такой, чтобы прям супер крутой. Но зато он находится прям в центре города. Прям возле крепости. И вот такой вид у меня из окна. Не знаю. Девятый этаж. Не могу сказать, что комната прям очень большая. Но в принципе мне, думаю, будет достаточно. Он сказал, это king size. Кровать. Не знаю. King size это или не king size. Самое главное, что здесь чисто. Чайник есть. Чай, кофе, все есть. Я сегодня набрал воды родниковой. Сейчас пойду погуляю и буду чай здесь пить. Возможно остановлюсь здесь на пару ночей. Останусь. И отдохну чуть-чуть. Потому что я очень много проехал. И столько дней. Каждый день меняю город новый. На этом видео я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Пишите интересные комментарии. Ставьте палец вверх. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok